Авторы инициативы считают, что новые ограничения по продаже алкоголя благоприятно скажутся на здоровье молодого поколения. По мнению депутатов, увеличение допустимого возраста для приобретения спиртосодержащей продукции поможет избежать алкоголизации молодежи. Врачи поддерживают такую инициативу. Алкоголь вреден в любом случае для молодых людей, потому что сейчас у молодежи отмечается незрелость эмоционально-волевых нарушений, эмоционально-волевых процессов. И поэтому при раннем употреблении алкоголя очень часто отмечается формирование зависимости от алкоголя, то есть хронического заболевания, что в последующем может привести к алкогольным психозам и к различным нарушениям как соматического, так и психического здоровья. Увеличение возрастного цен за это положительным сказалось на населении России в целом. Пока Госдума вносит законопроект о повышении возрастной планки для продажи алкоголя, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации готово пересмотреть запреты на продажу пива. Чиновники предлагают не считать его алкоголем. Действующие сейчас ограничения на розничные продажи пива хотят смягчить. Ведомство не исключает, что напитку, приравненному к алкоголю, можно вернуть самостоятельный статус. Нельзя вообще отнести слабоалкогольные напитки к напиткам безалкогольным или напиткам, которые не могут пронести вреда. То есть они также вредны и могут участвовать в формировании зависимости и психических, и физических различных нарушений и заболеваний. Тема алкоголя подросток такая же вечная, как отцы и дети. В Госдуме считают, что 18-летний человек не способен принять осознанное решение в вопросе употребления крепких напитков. Врачи напоминают, что токсическое воздействие оказывает вред не только на печень, но и на всю нервную систему. Подкосить взросление организма подростка может любой алкогольный напиток, даже самый слабый. Во многих странах мира уже это отмечено, поднятие этого взрослого ценза. У нас этот законопроект, он был выдвинут в феврале 2019 года. В то время как уже во многих странах мира, если мы посмотрим, таких как и США, и Канада, Норвегия, Исландия, Финляндия, уже давно этот возрастной ценз понят до 2021 года. И по данным Всероссийского агентства изучения общественного мнения, то есть проведенного среди россиян, три четверти россиян высказались за повышение этого возрастного ценза. Пока в России покупать алкоголь могут все совершеннолетние люди, но делать это можно только в дневное время. В каждом регионе ограничения по времени установлены по-своему. В нашем регионе ограничение на продажу алкогольной продукции введено с 10 часов вечера. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».